В Америке Даб-даб-даб-даб-даб-даб-даб-даб-даб-даб-даб-даб-даб. Т.е. если б я не был сержантом, ты б мне не помогал. ЖДАЮЩ! О, мистер Хиггер, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Оправдки, спасибо, вообще как? Неплохо. Вы опять поднабрали что ли? Нет. видимо плач просто на вас сидит а вы опять что ли а вы что ли опять не умылись сегодня да не умылся а то я смотрю такой же урод как и всегда ну к сожалению да ничего не призыв не происходило вчера сегодня больше что ну что мы странные нет что ну что-нибудь что не знаю что не пойдем со мной происходило потом простите мистер про себе простите происходило происходило найдем я пойду показывать что произошло если увидите меня на то место где открывали шкатулку то я был там все я помню вы в палаточный лагерь ведете как ты узнал потому что идете в сторону палаточного лагеря ну да а что там сейчас выйдешь надеюсь там не кишки и кровь какая-нибудь почему ты так думаешь не знаю я почему ты боишься долго историю сыр поешься когда разрубленный человек лежит стекает про и об этом говорить тоже не не очень не нравится грязь его лодки я еще блада дам 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 на вот смотри понухай ну ка чувствуешь не пони разберу ну на лето на себя попробуй по холодку сделала это мерзкий кофе да вместе давай давай смотри мерзость просто мерзость а знаешь почему почему сейчас скажу потому что он вчера шли а что в этом плохого машка попала ворона кто-то не приготовил новый кофе я думаю что это загадочник мелковата для загадочника серёга привет шкатулку которая не взрывается не отравляет всех вокруг вот что мелкого ну она я должен был ее кинуть в издательство газетное поэтому скорее всего есть бы она у попал на на бумагу она бы на раз загорелся вот неприготовленный кофе вот это уже подозрительно учитывая то что сегодня аукцион значит кофе должен быть свежий мне кажется что складывать мы шарим посадим все аукциона кофе должен быть свежий чтобы люди могли напиться кофе взять с собой на аукцию зачем брать кофе нужно брать бурбон фаруэй ты ты нормальный я да мне кажется нет кофе это же гадость фу бурбон да что ты такое говоришь кофе мерзкое на вкус вы что как вы можете пить это я пью только чтобы не спать его и все ты только пьешь бурбон кофе это напиток настоящих мужчин ты не понимаешь напиток настоящих мужчин это бурбон как знаете оксать мне нужно почту хорошего вечера в девять часов у нас вы будете где будет аукцион то ничего не сказали верно как всегда вот это на том месте где взорвались куча людей да наверно может осмотреть его я уже осмотрел здесь сэр а да ничего и наши нет почему-то спрашиваешь потому что не хочу чтобы кто-нибудь взорвался что ты должен был ты работаешь на загадочника нет сэр я боюсь что что-то подложил ты работаешь на загадочника я не работаю на загадочника ну ладно смотри мне я уже все смотрел ты что не уверен во мне уверен ладно извините на почту нужно иди спасибо мисс мальборо а там никого нет но удивительно видимо всех выходной в часе аукциона а правда ну да а вы мисс мальборо не видели видел где она от именно что бурбон нет угощу кофе в салоне свежим мне нельзя в салоне и вынес я вам вынесу кофе из салона согласен так и где же вы деревья она стояла рядом со мной около бока лена и потом пошла записывать какие-то сводневник информацию уже отстраивающий здравствуйте дамы здрасте мисс или нет я думаю хотя его перекусил бы что если вы вот меню пожалуйста знакомьтесь царь можно пожалуйста кофе вообще сделаем так минутку дайте как у вас дела мистер спасибо да ничего ваш как ну думаю сейчас будет лучше нашли того кто делает самогон да черт этот самогон этот выходяга куда-то смылся я вчера увидел да да черт с ним он вроде бы у кого-то другого нашел и сейчас думал как надо у нас восстановлением редакции газеты а ну полезное дело кстати да так а сколько стоит хорошо спасибо вот держите нет вы получили же до доллар более-менее спасибо это сейчас нужно выйти на улицу минутку сержант здравствуйте здравствуйте вы знаете да там что сегодня вот холл так у меня к вам вопрос с мисс мальбором мисс келли по поводу почту писем бывает такое что люди направляют письма без адреса отправки то есть без обратного адреса и это нормально да что мне пришло странное письма вчера и я не знаю от кого и и обратного адреса нет люциус сказал что по почте пришло обратного адреса не было вот здравствуйте вот слушайте а вот и раз это честно когда мне приходят всякие письма странные я не могу это как прекратить и найти этого человека даже здравствуйте можно мне пожалуйста наверх мясо по-бургонски красного вина и бокал воды понял ладно спасибо так а если из города отправлено письмо это будет понятно что вот допустим вот она штампы не проставляется оттуда откуда направлено допустим допустим штамп от аннсбурга ну а так то есть марки должны быть все таки на письме и если она через почту направлено а может быть без марок она не знаю мне просто дали письмо за мной ей надо в люциусу спросить то есть будет марка место отправления то есть марки мне не подскажут откуда было отправлено да понял спасибо как ваше дело миссис клауд все в порядке не считая того что оказывается бывшие мои работники людей убивают да вы узнали что-то подробнее или не связывались ни с кем нет я думаю в ближайшее время мы все-таки отправлюсь в роутс и может не будет довольно поздно у меня получится поговорить смесь робертсон надеюсь да и с ней будут ну я не верю что с ним хорошо там обращаются но я ничего не смог поделать ну наверное это лучшее что вы могли сделать наверное да ладно хорошо у меня фаруэй можно вас украсть на пару слов мне нужна ваша помощь чем не нужно чтобы сегодня после аукциона вы со мной куда съездили о куда к вашей дочери не смей про нее говорить ну вы же про нее говорите потому что она моя дочь а ну да точно да извините то я впервые за пять лет хочу выехать из выкатера уго и куда же мне нужно попасть в строгать я прочитал газету старую еще что в строгали в костюмом доме имеется какой-то костюм для похудения но я знаю откуда я считал эту газету ну короче мне нужно достать этот костюм и ты мне в этом поможешь это вряд ли это да меня там ищут я мы с тобой переоденемся она будет спецоперация для вашего похудения да вам это возможно я подумаю чтобы вы на свою дочку замуж я уже не вине видел ее как и могу это она красавица да как вы тебе смешно нет я просто спрашиваю вы достаточно как красивый сержант здрасте она стройный просто думал про дочь сержанта до свидания я только подумал нет нет и мне это не нужно я помогаю вам потому что вы ее сержант полиции и мы друг другу полезная то есть если меня был центр имплегня не помогал это тогда бы помогало что потому что мне вас было бы жалко потому что вы старые немощный мужчина вы не старый немощный мужчина вы полицейский поэтому я по-другому помогаю потому что вы храбрые сержант полиции блэк reports молодец молодец и справился но и до Dove Когда? А, после аукциона. Только в ночи нужно поехать. А хотя в ночи там можно... Как вы хотите достать его вообще? Ну, там сказали обратиться. Мы обратимся. Ну ладно. Хорошо. Так, ладно, тогда пойду пройдусь. Куда? До Портнова. Куда? До Портнова. Зачем тебе? Просто осмотрю город. Потом оттуда пойду к доске объявлений, мы что-нибудь написали. Ну давай, давай, свобода. Сержант, вы идёте за мной? Если... Людей не... Там занята уже очередь. Да? Да, да, у него обеденный этот... А, да, сейчас, извините. Спасибо, сыр, не видели, да? Ну ладно, извините. Ну вроде освободился он. Да? О, отлично. А, живым 100 долларов, мёртвым 70. Прям как за Таву. Какие прогнозы думаешь? Нормально всё пройдёт. Да, я думаю, да. О, здравствуйте, мистер. Дай бог. Я не вспомнил. Мистер Найт? Да, это я. Здравствуйте. Вас не узнать в этом... Эль вот одежде. Фу, да меня, считай, эти заставили, меня, считай, эти заставили переодеться. Ай, господа. Понял. О, мистер Галя... Здравствуйте, ещё раз. Да, я прошу называть мою фамилию правильно и не ошибаться. Извините, пожалуйста, я... Редкая фамилия. Мистер Галя, отлично выглядите. Знаешь, в последнюю встречу вы прям... Расцвели. Благодарю, это всё, жена. А, я думал, тут чудо-костюмы стробили. Псс. Какой? А, у меня нет одежды из Америки. У меня вся одежда французская. Понял, понял, конечно, понял. Понимаю. Так, есть ли тут желающие подзаработать? Я, я. Йо-йо-йо-йо. Видите, ещё одного человека. Мне надо, чтобы мы могли перенести и перевести вещи от него. Понять будет. У меня плечо болит, поэтому я не могу. Да, надо перетащить довольно тяжёлые. Я ещё... Черт, я, кажется, ноги у меня подкашивают. Видимо, мало мужчин у нас остаётся. Если я буду очень медленно, ничего страшного. Медленно, неважно. Главное, чтобы вы сделали. Но вы один не справитесь точно, да, как минимум три-четыре. У меня ноги немножко поболевают в последнее время. Честь. Нашайте быстрее. Господа, кто хочет подзаработать, там нужно ящики потаскать заплату от банкира. Здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. Господа, спасибо. Я не буду переодеваться, спасибо. До повозки, сначала до повозки, а потом... Чтобы одного... С неё... Бить двоё. Это ужасно. Ладно, попробую поискать. Думаю, кто-нибудь да и найдётся. Да, и один из офицеров, поможете мне? Мне надо, чтобы вы сопроводили телегу, чтобы никто ничего не украл на всякий случай. Конечно. Гутман замерзший для меня заняться. Давай ты. Хорошо. Там какая-то суета начинается в салоне. Можете, пожалуйста, проследить? Там, кажется, люди начинаются ссориться. И, кажется, это скоро дойдёт до драки. Хочу у меня, скажу, говорить. Вон полицейский стоит. Я же... Не упаломочен. Ничем. Ну, я вам доверяю просто. Вот полицейский, мисс Марборо, и... Если я начну драться с кем-нибудь или разнимать, меня тоже пасают вместе с ними. Вы, кстати, пойти сегодня на аукционе? Ну да. Ладно, хорошо. Всего хорошего. Да, здрасте. Ё-моё. Ну, давай. Нет. Нет. Эх, понючу, пума. Эх, ладно, они до конца разошлись в порядке. Мистер Касси. Да. Хотел спросить, когда будет аукцион. Внимательно смотреть по сторонам. На случай, если кто-нибудь решит загадочник или кто-то еще решит испортить мероприятие. Я тоже об этом целый день подумаю, у меня все неспокойно. Угу. И сейчас так много знакомых хочет на этот аукцион попасть. Да, весь город, да. Как бы не повторилась история. Вот, поэтому, да, будем смотреть. Главное, чтобы все были начеку, в общем. Конечно, я тоже буду начеку. Угу, отлично. Какой же. Мисс Келли? Да. Ээээ, рассматриваете плакаты? Интересно было. А-а. Что сделал мужчина на плакате? Там же написано, убил жену, ограбил. Вот, за ним мистер Портер вроде хочет выехать. Поймать его. Поэтому... Человечно вообще кого-то убивать. Согласен. Но только если это не преступник, и если ты не вынес на приговоры в отношении его, да? Вы себя хорошо чувствуете? Ээээ, упал с лошади, напала пума, но не успела ничего сделать. Я застрелил ее. Единственное, что шов на плече разошелся, но я уже обработал сам. Может, он к врачу? Эээ, не так страшно. Я уже промыл все, и... Просто надо подождать. Пока пройдет боль, и все. Может, я даже не знаю, что делать вам. Не-не, все в порядке. Не переживайте, не переживайте. Вы будете на аукционе сегодня? Увы, в это время мне нужно быть дома. Мама попросила их чем-то помочь. А, ну, может быть, даже хорошо, чтобы... Мало ли случится то, что было на прошлом аукционе взрыв какой-нибудь. Ну, боже. Ну, ладно, хорошую вам тогда ночи. Хорошей ночи. Аккуратнее тут ходите. Ну, вот тоже аккуратнее. Вы как ни по крайней мистер Фаррады. А, я... Да, да. Спасибо. Спасибо. Да где все? Не знаю, хотел тебя спросить. Интересно. Сразу как Антон Стрим запустит. Может быть, сейчас мистер Флеминг знает? Клин? А-да. На куда все деле? М-м-м, да-ка, пошли на аукцион. На аукцион. Скорее всего. А где он будет проходить-то? Полива из-то они от Пирса. А-а, полива. А-а. Как ваши дела? Э-э, неплохо. Вот, надеюсь, ничего не произойдет на аукционе. Я уже наслышала в прошлом аукционе, поэтому садиться я не буду. Правильное решение. А ваши как дела? Вполне неплохо. Хотя, работаю. Вот буду участвовать. Наверное, что-нибудь куплю. Понял, хорошо. Ну, тогда, да, надеюсь, все проеду спокойно. М-м, да. А вы будете что-то покупать? Да я не знаю. Есть какой-нибудь револьвер хороший, то, может быть, взял бы. Или винтовку. Надо придется поторговаться. Да. А ваши как дела в целом? Мои? Да. Ваши, мисс Макалестер. Ага, хорошо. Я же, кажется, сказала. Нет, ну, это понятно. Нет, а вот лошадь вы не... А, вы не купили себе новую лошадь? Нет, еще не купила. Понял, понял. Ну, хорошо, ладно. Угу. Угу. Доброе утро. Господа и дамы, присаживайтесь или ближе подходить, а то вам не будет слышно. Я задавить по очереди. Мастера Галена. Прошу всех мужчин вначале уступить место дамам. Да, я, машина. Но я уступлю, ладно, дамы. Мне не стоит... Мне не стоит отказываться от такого предложения. Местер тебе вам уступает. Или вон к миске или присоедините. Да, я, пожалуйста, миски висок. Так, ладно, садитесь, так уж и быть. Постоем. Бобаны-бобаны. И не говорите. Ладно, мы просто постоим. Я что, один такой буду сидеть. Да нет, один. Уродицы взялись. Благодарю. Начну-то. Господа, у нас еще две скамейки полностью пустых. Вы можете заметить места на них. Я понимаю, что в прошлый раз наше мероприятие омрачил преступник, который называет себя загадочником. Или кто-то еще и другое, кто хотел навредить здоровью наших граждан. Но ныне нам не угрожает ничего. Полиция провела тщательные проверки всех предметов и всего, что только возможно. Мистер Кирилл, садитесь, не стойте. У вас спина больная. Да, ладно. Про это пошло. Все-таки принципиально. Думаю, что те, кто хотели собраться, собрались. Я рад вам объявить о начале нового аукциона. Сегодня вам будет представлено 10 лотов. Разные цены и разных сегментов. Начнем, наверное, сразу, чтобы поменьше слов. Побольше дела, как говорится. Лот номер один. Лот номер один. Сундук. 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 Мистер Кирилл. Раз. Мистер Кирилл. Сундук. 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 Сурук. Шамм. Сундук. Сундук. поднял руку он поднял руку еще потом после 34 доллара 1 34 доллара 2 36 долларов раз 36 долларов 238 поднимаете по 10 38 долларов 38 3 поздравляю мистер флеминг я правильно заполнял мистер флеминг он на свадьбу нужно 38 долларов спускает приходим к лоту номер 3 сэр осуждаю осуждаю пократ говорил медицина поистине самая благородная из всех искусств для каждого художника нужен чемодан или сумка для хранения своих инструментов вашему вниманию предлагается медицинский саквояж также выполнены из кожи имеющий портфельный замок помните без саквояжи медик как без рук начальная стоимость 35 долларов сша один шаг 2 доллара кто готов предложить 35 долларов за медицинский саквояж мистер келлер 35 долларов раз 35 долларов 3 поздравляю с приобретением мистер келлер замечательное спасибо не знаю зачем она у меня немножко срабатывал это деньги знаешь как трудом уход номер 4 но самая прочная самая бессмертная самая гениальная из всего созданная человеком нож был гильотиной нож это универсальный способ разрешить все узлы и по острию ножа идет путь парадоксов единственно стоят на бесстрашного муа пути начальная стоимость 20 долларов сша один шаг 5 долларов кто готов предложить 20 долларов всем предлагалось заранее подойти ближе 20 долларов 1 20 долларов 2 20 мистер найс да я тут стою сзади подойдите так чтобы не загораживать вид тем кто сидит и чтобы я вас видел так получается 25 долларов раз так сэр ваша фамилия джейкоб терна 30 долларов раз 35 долларов раз 35 долларов 2 мистер тёрнер поздравляю вас приобретением плотно на 5 100 лет вулка вулкане от компании хаттон б сочетает себе удобную силу карабина и компактность револьвера он может похвастаться высокой точностью стрельбы однако низкая скорострельность долгая перезарядка означает что в ваших же интересах поразить цель с первого выстрела понял нет спасибо ниже чем в других оружейных магазинах всего лишь 70 доллара фраз мистер киллер 70 долларов 70 долларов 2 70 долларов 3 поздравляю с приобретением мистер киллер блик мистер мишите его это на кладбище кашка жил по вашему вниманию представляет сном лот номер шесть что со мной что позволит избежать царапин на мебель стоимость 80 долларов сша один шаг 10 долларов я ничего не вижу я слеп господи кто здесь ничего не вижу помогите бедный блэйк бедный блэйк давайте продолжать просим прощения за недоразумением видимо у него черный экран почему-то сделан умелым чешскими мастерами золото используемо для декора это 24 карата золотом это ваза не оставит никого равнодушным очень богатые красиво будет уникальным подарком и оригинальным предметом интерьера высота ваза 60 сантиметров начальная стоимость 270 долларов сша что мы загадочник стоит на пристани вашему вниманию представлены жемчужины и бусы красоту женщин на 30 процентов определяет природа и на 70 украшения которые на ней надеты ожерелье из белого морского жемчуга акуя замком из золота 585 пробы бусы стоят всего лишь 100 долларов сша кто готов предложить 100 долларов 100 долларов раз процент в остальные 20 а процедагог 씨가 ко это он 140 долларов 1 150 160 150 170 1 170 3 мистер привет 9 кольцо с бриллиантом это одно из самых популярных украшений 6 этот бесцветный и слегка желтоватый камень способен отражать и преломлять где бандиты где бандиты это тут тяжело ворваться практически сакральное значение вашему вниманию представлено кольцо с французской компанией перри кольцо европейская толстая шинка позволила создать кольцо в лучших традициях мировых ювелирных домов объемный дизайн и бриллиант идеальных характеристик настоящий символ высокого положения и совершенного вкуса начальная стоимость 100 долларов сша мне сейчас по телеку что-то пищало мне показалось что это в игре я подумал что сейчас взорвется все 100 долларов 2 100 может хватит 120 долларов раз 130 раз 130 долларов 2 мисс мальборо поздравляю с что твоя дайца сурприз любит план бетховен говорил музыка это откровение более высокое чем мудрость и философия вашему вниманию бизнес произведенный в 1907 году это новейшая модель извлекающая максимально чистый и приятный для ушей звук начальная стоимость всего лишь 70 долларов сша один шаг 10 долларов в комплекте с этим фонографом идут две вашему вниманию представлена песня которая идет с ней того же великого композитора Людвига Ванн Бетховена Чистейший звук Тааа не обманули страшно не должно слушайте композицию сможет кто-то приобретет я вижу первого желающего миссис Клауд 70 долларов раз 70 мистер Келли 80 долларов 90 1 90 2 90 3 поздравляю поздравляю так надо было дождаться на самом деле так надо было дождаться на самом деле так да рад сообщить что наш аукцион прошел успешно без каких-либо происшествий вот распроданы на этом мы объявляем на конце аукциона все те кто приобрели какие-либо предметы прошел балканик сюда заплатить чеки кто это сказал про вальканик о за 90 покупался они не сэндоник роуз сэр ну тогда кто я или вы кому нет но он же крикнул что вальканик у него сэр да да вот вас звали с оружием не понимаешь что предметы можно щупать ты представляешь мисс Келли ваш отец и это не жалеет денег понятно понятно в принципе ему интересные вещи а а а а а а а а